Привет, Паш! Сегодня у нас в гостях Паша Смолин, мой тезка, эксперт в инвестициях. Очень много общались, решили даже целое интервью записать, поэтому будет ссылочка на его соцсети в описании. Обязательно посмотрите. А сейчас мы начнем и узнаем, кто же такой Паша Смолин и почему он попал на интервью. Паш, расскажешь о себе чуть-чуть, буквально пару слов. Чуть-чуть расскажу. Меня зовут Павел, я квалифицированный инвестор, я эксперт по личным финансам и я кандидат наук. Я веду телеграм-канал об инвестициях и обучаю новичков, как безопасно войти на фондовый рынок, как сохранить свой капитал. Супер. Мне это очень интересно на самом деле. И всегда, когда вижу инвестора, хочется узнать, а как давно ты этим занимаешься и вообще, чем тебе это помогло, сколько, может быть, ты смог заработать или какие-то подробности есть за это время? Ну, в инвестициях я с 2011 года, так вот уже осмысленно, да, там в 2011 году мне инвестиции помогли скопить капитал, чтобы выкупить долю у дяди. Там у него была доля квартиры дедушкиной. Ну, там история старая. Вот. И как раз вот в этот период я достиг высшего мастерства в экономии. То есть, я до 75% дохода своего откладывал в инвестиции, чтобы это росло. Очень серьезная, очень сильная дисциплина. Да, да. Я помню тогда, как вот уже сколько лет прошло, я вот в пятерочке стоял так перед прилавком, думаю, какой же мне хлеб взять, за 15 рублей или за 13? То есть, настолько там каждый рубль приходилось считать. Я даже уже не помню таких цен за 15 рублей, уже 20-30 рублей хлеб стоил, мне кажется. Да. Вот. И второе большое событие, вот когда уже инвестиции еще раз мне помогли, это конец 2020 года, когда я наконец смог уволиться с работы, чтобы я давно мечтал свое дело начать, заниматься любимым делом, радоваться, перестать работать на кого-то, чтобы быть более свободным. И вот в этом году мы собираемся, наконец, мечту исполнить всей семьей в теплые страны на зимовку уехать. Ну, это прям мечта любого фрилансера, мне кажется. Человек, который на себя работает в тепле, работать в удовольствие, это классно. Это отражает энергии. Когда солнышко, ну, солнышко, оно и радость, и энергию приносит, и жизнь. И, наверное, не только фрилансера, и того, кто работает в офисе по времени, это, на мой взгляд, сейчас уже, может, немножечко устарело, когда работают с 9 до 18 люди. Да, мир изменился, мне кажется. 2020 год еще раз подтвердил, что удаленка работает, просто надо быть с дисциплиной немножечко дружить. А так, да, это работает. Но все-таки не могу не задать вопрос, что инвестиции многие считают казино. Можно ли там потерять все деньги? И были ли у тебя примеры, может быть, твоих друзей, коллег в этом? Ну, казино, основной продукт казино, который оно продает, это азарт от возможности выиграть. В казино приходят люди проиграть, а не выиграть. Это, я думаю, все знают. Я не рисковый парень, поэтому я не знаю. Есть куча фильмов про казино, много всего. Вот, а фондовый рынок, ну, если там в математику немножечко опуститься, в казино, казино, игровые автоматы, рулетка, они так заточены, чтобы любой человек, если он играет честно, чтобы он проиграл, казино выиграло. Я согласен, да. Да, мой друг, мы с ним работали некоторое время назад, он раньше в казино работал, он рассказывал, что вот эти вот автоматы, которые вот с ручкой, там кнопочки нажимаешь, да, они так запрограммированы, что они возвращают 90% денег. То есть, ты 1000 рублей туда насовал, можешь забрать из них 900. Можно джекпот выиграть, там кажется, что ты там много выиграл, но потом человек, кто выиграет, он еще хочет удвоить, там, так далее, так далее. А в итоге средняя статистика 90% потери, только 10, да, человек может выиграть, ну, как бы, по статистике. Интересная статистика, не знал. Да, а на фондовом рынке, ну, там такого нет. То есть, там есть акции, да, у них цена изменяется. Покупаешь, продаешь, то есть, тут просто нужны базовые знания. Рынок – это непривычная среда. Фондовый рынок, вот акции, ну, мы в жизни нигде с таким обычно не сталкиваемся по-другому. В бизнесе скорее. В бизнесе, да, это вот очень близко. Бизнес – это про инвестиции. Вот, поэтому, как бы, смотря по каким критериям сравнивать, если по возможности проиграть, ну, и там, и там можно деньги потерять. Да можно деньги потерять и в банке. Согласен. История такая, помнишь, мастер-банк был? Да, у меня, кстати, тоже был там счет. Вот, у тебя счет тоже был, у меня там был счет. И рассказывал один знакомый инвестор, что, говорит, мастер-банк, он лопнул неожиданно. И люди, топ-менеджеры некоторые, они буквально там за неделю продали квартиру. Ну, где деньги-то положить, чтобы новую-то купить? В банке, да? Да, он бахлопнул. Ну, я так и не вернул. Там было несколько очередей, у меня небольшая там сумма лежала на тот момент. Но все равно так и через несколько очередей ничего не вернули. А в других банках, я помню, тоже банкротился несколько банков в кризисе 15-го года. И там государство до 700 тысяч мне все вернуло. То есть другой банк на себя взял. Круто. Вот, поэтому с чего начать? И с чего, может быть, ты начинал? Может быть, есть какие-то советы, как правильно начинать? С каких сумм там или с каких акций и так далее? Есть какие-то прям примеры правильного начала инвестора, благородного? Тут вопрос довольно долгий. Коротко на него, ну, давайте вот я покажу. Основа фондового рынка – это что? Что в долгосрочной перспективе все акции растут. Большинство, да? Да. Это закон роста и развития. Человечество развивается, новые технологии. Все растет. Вот картиночка есть. Акции Apple. Графики. Нижний – это график за все время. Верхний – это график за последние пять лет. Ну, не все так хорошо, как у Apple. Некоторые банкротятся. Мы его прикрепим, чтобы вы посмотрели. Или сделаем более крупно. То есть, как бы Apple с начала своей истории выросла на 38 тысяч процентов. То есть, если бы я, когда родился, если бы моя мама положила один доллар в акции Apple, то сейчас бы было 38 тысяч долларов. Согласен. Ну, то есть, просто вложить в Apple и на пенсии взять – это правильная стратегия. Но мы, наверное, еще к этому вернемся. Сколько денег нужно для старта? И как вот психологически, может быть, подготовиться? Как ты начинал? Как у тебя это было, может быть? Ну, я начинал… Первый мой опыт был в 2009 году. Я попробовал Форекс. Он тогда был просто на каком-то хайпе. Показывал мне товарищу. Кризис. Как раз кризис. Кстати, тогда доллар подскочил. Товарищ мне телефон вот так показывает. Он говорит, смотри. А я говорю, что это? А это, говорит, Форекс. А как? Говорит, а вот там, он мне рассказал. Я вот установил на компьютер, поставил программу, там, мета-трейдер назывался на вот эти графики. Я увидел, восхитился, я нажал там демо-счет. И я, короче, там буквально за день этот счет со 100 долларов, до 40, что ли, уменьшил. Из-за перепада. У меня был другой опыт. Вот в 2015 году мы купили супер-супер консервативного робота, то есть написанный алгоритм, который торговал только одним процентом. В день зарабатывал один доллар. Так он три месяца зарабатывал по чуть-чуть, да, там. И потом все равно набрал, набрал, набрал. Не смог закрыть позицию. Набирал, добирал. И все равно все потерял. И такой опыт негативный остался, поэтому, ну, то есть, как и у тебя, только ты сам проиграл, а у меня даже надежный робот проиграл. Как все-таки начать? После этого ты сделал, наверное, какие-то выводы про Форекс, как и я, и перешел, ну, как бы, в инвестиции уже в акции. Что дальше было, Паш, после 9? Что было дальше, сейчас вот обращаясь назад во время, да, я понимаю, почему со мной произошло. У меня не было знаний. То есть, я попал в совершенно непривычную ситуацию, и я просто действие неправильно делал. То есть, я что делал? Когда наверху я покупал, когда внизу продал, а надо наоборот. От страха, да, то есть. Это психология. Многие говорят, что акции и вообще инвестирование – это чистая психология. То есть, это борьба со страхом и, ну, не знаю, желанием наживы, то есть, азарт какой-то, амбиции. Согласен, да, психология, но там много людей. Это психология, конечно, конечно. И у Форекса, Форекс, он чем отличается от рынка акций? Акции – это мы покупаем, продаем акции, покупаем, продаем маленькие кусочки предприятия. Становимся со-собственником, микро таким маленьким. Но если много денег, можно не микро становиться. А на рынке Форекс, там торгуем деньгами, торгуем валютами. Это вот сложно в голове, может быть, разместить. И в чем сложность и риск Форекса? Валюта, она мало колеблется. Доллар к евро там, ну, 1%, там, 2%. Чтобы что-то заработать, нужно брать плечи. То есть, вот этот размах увеличивать. И цена ошибки при плече, к примеру, плечо 100, да, 1% превращается в 100%. Хорошо, когда угадал. Хорошо, когда рынок пошел в ту сторону, куда надо, если не в ту. Тут такой плюс будет, а здесь будет точно такой же минус. То есть, ты берешь не свои, а фиксируешь убыток своими потом в этом случае? И прибыль, и убыток не свое, но платишь в итоге ты. То есть, если убыток я взял не свои, а заплатился, меня сняли еще больше, так получается? Сколько взял? То есть, ты увеличиваешь размах. Да. Вот, увеличиваешь не за свой счет. Да. И в этом большой риск Форекса. А плачу потом своими. Ну, естественно, брокер же, он не хочет денег. То есть, он дал тебе поиграться, но если ты проиграл, ты отдашь всю сумму. Конечно. Не ту, которая взяла 1%, все вложила. Нужно будет пополнять. То есть, бывает ли такое, что ты в минусе, и он просто со счета снимет, да, дополнительное плечо этот денег? Конечно. В общем, с Форексом понятно. Акции тоже бывают разные, но, наверное, там тоже много стратегий. Но все-таки самое интересное – узнать человека по ошибкам. Сколько ошибок за 10 лет получилось сделать, и насколько в процентах или в суммах потерял. То есть, были ли какие-то факапы вообще за 10 лет? Не бывает же стопроцентного успеха. Ошибок? Не знаю, я не считал много. Потому что тут, как я говорил, рынок – это новый для меня была. Да и для всех. Фондовый рынок – это новая непривычная среда. И пока ее изучаешь, много действий неправильных делаешь, а на рынке мы рискуем деньгами. Самый, наверное, такой большой факап был – это в 2017 году. Есть такая штука – облигации. Это некий аналог вклада, если по-простому. И какую я ошибку сделал? Я купил много облигаций «Самара Транснефть Терминал». Я так почитал – это нефтеперерабатывающий завод, дочка «Петра нефти». «Петра нефти» – это огромная нефтяная хрень. Это по идее надежность. Думаю, ну что с ней случится-то? Тем более ненадолго. Я сейчас куплю, потом продам, ничего не успеет, там все будет окей. У них была очень хорошая доходность – 17% годовых. У меня уже воню подсчитывал профиты свои. А эта штука взяла и стала банкротиться. И стоимость этих облигаций, она со 100% упала до 15%. То есть, грубо говоря, я там одна облигация 1000 рублей стоила, покупал, а стала стоить 150. Приличные потери. И вот я на этом потерял, сколько, 60 тысяч, а где-то потерял. Ну это не полмиллиона и не миллион, поэтому это еще легко отделался. Но как защитить себя в облигациях? Насколько я знаю, есть облигации федерального займа, это когда мы государство даем, и он отдаст нам через год, через два, через три. Это надежно или было за всю историю, когда ОФЗ, так называемый, как-то банкротились, я не знаю, это в 95-м были ли ОФЗ, в 2009-м кризис, в 15-м году. Есть ли какая-то, может быть, статистика по этому? Или как ты к ОФЗ в целом относишься? Ой, это вопрос очень интересный. В целом ОФЗ, облигации федерального займа, они считаются эталоном риска. То есть, по ним риск считается нулевой. Нулевой. Как в банке? В банке выше. В банке выше риск, да. Потому что банк это структура коммерческая. В банке. Но эта тема довольно большая. Я отвечу коротко, да, что ОФЗ это очень хорошие, на мой взгляд, облигации. Я их приобретал, я их держал, я на них зарабатывал. Это работает. Окей. Просто нужно изучить. Облигация это инструмент определенный, да. Нужно в него въехать, как он работает, чтобы осознанно покупать. Ну, то есть, делаем вывод, что на неизвестных компаниях, на облигациях можно потерять, на облигациях государственных, да, федерального займа, они по-простому называются, меньше всего потеряешь. Скорее всего, не потеряешь, но и доходность там небольшая, насколько я знаю, там от 6-7 до 9%. Да, но она в любом случае выше, чем банковский вклад. В любом случае. Пока сделали лайфхак, что вместо банка вкладывайте в ОФЗ, я думаю, мы снимем вторую часть или у Паши на YouTube-канале или в Instagram. Не забывайте перейти, посмотреть, узнать, кто же Паша на самом деле такой. Что, в принципе, можешь порекомендовать, кроме того, что уже сейчас мы порекомендовали, то есть, с чего вообще начать со всем начинающим, которые не знают, что такое ОФЗ, ОФЗ, которые вот увидели рекламу в YouTube Тинькова и вот только-только ее пытаются установить или не знают, нужно оно им или нет. ВТБ активно рекламируется вот сейчас на YouTube по инвестициям. Установка ВТБ, Тинькова и так далее. С чего вообще начать, со всем начинающим, у которых 10 тысяч рублей? Ну, самое сложное, это сделать первый шаг. Это обычно самое сложное, сделать первый шаг. Первый шаг, что общего, как ты думаешь, у инвесторов, у трейдеров, у реальных, у киношных, которые вот нам показывают, что у них у всех общего? Что вот нам всегда показывают по телевизору? Ну, успех какой-то, успех, результат, что можно легко начать, что просто установить и купить за одну секунду. Какая-то простота в первом действии. Да, да, все верно. И вот это вот как раз ключевое слово купить, да, что у них общего? Вот они вот это вот всегда показывают нам. И потом... Ну, Тиньков вообще говорит, что он дарит какие-то акции на 20 тысяч рублей, если мы не заработаем. Насколько это правда? И, ну, вообще в целом, насколько с Тиньковым ты работал и насколько ты бы его рекомендовал? Насколько я с Тиньковым работал, а как появился Тиньков, так я с ним и стал работать. Мне кажется, у меня первая карта года 11-го, что ли. Потом появился брокер, я купил этот брокерский счет, появились кредитные карты, я ввел кредитную карту, появились акции, я купил акции, появились книги, я купил книгу. Я даже в 2020 году Олег Юрьевич книгу свою подарил с автографом. О, это серьезно. Ну, это как-то лично или прислал, потому что ты клиент уже там 10 лет? А он был в Лондоне, я с ним встретиться хотел, а это оказалось невозможно. Он был в Лондоне и, как оказалось, там у него были некоторые проблемы со здоровьем, о которых весь мир узнал только через 2 месяца. Вот, вот он мне книгу подарил, я все его книги прочитал, я все продукты Тинькова. Большой фанат Тинькова банка. Евангелист, он действительно сейчас уже большой банк, международный, и там много премий, подробностей, не знаю. Но в итоге, можно ли самому начинать Тинькове или нужно обучаться, сколько обучаться у кого, как понять, кто хороший, кто инвестор, у кого будет интересное обучение и будет прибыль, а у кого просто будет теория и ничего. Ты можешь кого-то порекомендовать или, может быть, я не знаю, ты можешь провести какое-то микро-макро обучение? Есть ли что-то, что ты точно можешь рекомендовать? Надо подумать, как коротко ответить, это довольно обширный вопрос. Важно сделать первый шаг, да? Первый шаг это что? Это открыть брокерский счет, чтобы можно было покупать, продавать. Тут, на мой взгляд, что важно? Важно, чтобы этот первый шаг был комфортный, чтобы понравилось. Вот у меня сейчас открыто у промсвязь банка брокерский счет, ВТБ брокерский счет, Тиньков брокерский счет. Еще где-то было. Три счета, четыре ты назвал, хорошо. Вот, допустим, наш зритель никогда не устанавливал, я сам установил только в этом году, первым, кому я попался, это Тиньков. Потому что я тоже пользуюсь дебетовой картой, кредитной я никогда не пользовался. И, в принципе, я послушал, посмотрел, есть бесплатные тренинги в интернете и все рекомендуют Тинькова. Ты можешь рекомендовать Тинькова установить, и как вообще это сделать, если человек ни разу не видел эту рекламу в Ютубе, ну, не попадал сам на него, хотя она очень навязчивая. Мы можем прикрепить ссылку в описании, чтобы человек установил, и он установит, и у него есть 10 тысяч рублей, которые он готов куда-то инвестировать. В какую акцию и что покупать? Потому что есть, может быть, доходные, есть там, где нужно принять решение, какую покупать. Есть просто можно купить и получать проценты, так называемые, дивидендные. Вот что нужно сделать, и у какого брокера из трех, которыми ты пользуешься? Я бы рекомендовал Тинькова. Почему? Потому что Тинькова – это экосистема, это раз. Что такое экосистема? Очень удобно работать. У Тинькова, у основных брокеров в чем беда? С брокерского счета деньги завести и вынуть оттуда – это несколько дней рабочих. Это неприятно, это долго, потом в банкомат ехать. Ой, это жуть. Согласен. У Тинькова есть фишка – мгновенный ввод-вывод денег. То есть, прямо в телефоне нажал – пынь, деньги на счет. Пынь, деньги вывел. То есть, брокер, и плюс у него удобное приложение. Можно со смартфона торговать, можно и с браузера торговать. Вот. Плюс фишка еще основная Тинькова – он сейчас набирает активно клиентов. И Тиньков, он для новых клиентов, вот как раз ты говорил про ссылочку, да, по ссылке, если зарегистрироваться, там все очень просто. Там буквально три шага. Дальше все сделают Тиньков, позвонят, расскажут, привезут документы, не надо никуда ездить. Установят приложение, все настроят, скажут – вот, пожалуйста, да. Это именно попробовать. Для новичков это лучший брокер. Плюс, по ссылке, если, да, по реферальной зарегистрироваться, то месяц будет торговля без комиссии. То есть, не нужно брокеру платить ничего. Вот именно попробовать. Вот. Ну, это, кстати, интересно. А нужна ли карта для этого, если человек никогда не пользовался, допустим, Тиньковым, и у него, вот как у моей жены, есть какое-то там негативное отношение к Тинькову. То есть, нужно будет сделать их не кредитную, можно дебетовую карту, открыть брокерский счет, и месяц будет бесплатного пользования. Правильно я понимаю? Так это будет? Да, можно с карты другого банка. Единственное, будет менее удобно. Можно, опять же, по ссылке дебетовую карту оформить. Там бонус сейчас, кажется, то ли 500 рублей бонус для новых клиентов, там меняют. Либо просто бесплатное обслуживание. Там надо почитать внимательно. Супер. Можно не оформлять карту. Если не нравится Тиньков, не надо оформлять. ВТБ, Сбербанк, откуда угодно. В приложении ввел номер карты, пынь-пынь, все, деньги на счете. Текущую. Будет больше комиссии или что-то в этом смысле может быть хуже? Самое сложное, мне кажется, это понять, какие комиссии, сколько с тебя снимают и сколько ты теряешь на комиссиях, потому что бывают разные комиссии, разные тарифы. Какой-то есть тариф для новичков. Полмесяц человек что-то поторговал, может быть, заработал 10%, может быть, 5%, может быть, потерял 5% на страхе, когда купил и продал акцию в конце месяца, вдруг захотел деньги вывезти обратно себе, понадобились срочно. Что дальше? Что дальше? Есть ли в итоге какое-то обучение, я не знаю, платное, бесплатное, которое стоит пройти каждому? За 10 лет, наверное, ты у разных людей учился или читал книги, не знаю, что-то есть, что можно рекомендовать для новичков совсем, которые вообще ничего не понимают? У начинающего инвестора есть как минимум три пути. Первое – это изучать самому, как я начинал. Изучать, пробовать что-то, не получилось, читать в интернете, смотреть видео навалом. Стратегий – навалом, спикеров – навалом. Очень много. Можно подобрать на любой вкус. Очень много сейчас информации. Минус какой? Это дорого, потому что ты платишь за свои ошибки, свои деньги. Согласен. Второй минус – это долго. То есть, идешь итерациями. Попробовал, не получилось, изучил, попробовал, получилось. Окей, дальше двигался. Это долго. Второй путь – это можно пойти на тренинг. Там есть определенная программа, он стоит каких-то денег. Тут минус какой? Программа, она для всех там плюс-минус. Кому-то может быть что-то неинтересное, а у кого-то, наоборот, недостаток. Третий путь – это работать в групповой… Какая-то личная группа. Просто в группе, да. То есть, когда идет малая группа, и там уже есть возможность построиться под уровень знания каждого. Я как раз сейчас такой формат пробую, будет интересно. Там будет двухмесячная программа, как раз начиная с старта, открытия брокерского счета, изучим акции, облигации, научимся, как правильно выбирать хорошие акции, как выбирать облигации, как выбирать для себя индивидуальную стратегию, чтобы было удобно, чтобы была доходность. Чтобы не нужно было переживать, чтобы было спокойно, комфортно, чтобы всегда знал, у меня все окей. Если сейчас что-то на рынке не так, мои деньги в порядке. Окей, интересно. Это самое важное. Оставим ссылочку. Какая-то ссылка для моих подписчиков будет? В смысле, не ссылка, а скидка. Скидка на обучение и, я не знаю, какой-то результат можно гарантировать? Я знаю, это сложный вопрос, что мы не можем быть квалифицированными инвесторами и давать гарантию определенную в процентах. Но что можно ожидать? Мы прошли курс со скидкой. Оставим ссылку в описании. Но что мы в первый месяц, скорее всего, заработаем? 1, 2, 3, 5 процентов. Если просто сравнивать с тем, что мы ничего не делаем, то мы можем заработать в банке, я не знаю, 5-4 процента. В ОФЗ 6-7, это полпроцента в месяц. Что мы за месяц, скорее всего, за первый сделаем? Ну, в процентах. Хочется всегда узнать. Сколько мы сможем заработать? Допустим, 1 процент гарантированно, но будем стараться заработать 2-3 процента от вложенных акций. Или эффект можно посчитать только через полгода, квартал и так далее. Потому что люди идут обучаться за каким-то результатом. Кто-то профессию новую осваивает, да? Кто-то, я не знаю, прокачивает там отношения. Кто-то к психологу наоборот идет. Что можно гарантировать после обучения двухмесячным, ты сказал, да? Да, двухмесячная группа. Ну, или какой результат получит, кроме теоретических знаний? Ну, во-первых, это группа практическая. То есть, теория, теория в интернете вся есть. Книги, теория, видео, теория. Это каждый самостоятельно может сделать. Я именно в чем сила группы, что я, грубо говоря, веду за руку. То есть, ну, аналогия, да? Я пришел в автошколу, ты пришел в автошколу. Там есть инструктор. Садишься за руль. У тебя есть руль, у тебя есть педаль, есть рядом инструктор, который, если вдруг куда-то не туда поехал, он тебя остановит и скажет, не надо так делать. Да. В этом основная опасность. Не в том, что ты сделаешь что-то хорошее, правильное, а в том, что ты сделаешь что-то, что приведет к каким-то ошибкам. Это неизбежно. Мы, когда учимся в новой среде, там неизбежны ошибки. Какие-то ошибки необходимо под контролем пройти, чтобы понять, это все хорошо, да, это нормально. А что-то бывает ненормально. И в этом как бы основная сила, что я по всему процессу провожу вот как инструктор. Говорю, вот это работает так. Это можно делать. Это, если сделать, может не очень получиться. Плюс рассказываю базовые знания о том, как это все работает. Так, ну хорошо. Давай тогда так поставим вопрос. Все-таки сколько нужно денег для старта, кроме обучения, да? Оставим ссылку на твою группу для обучения. Посмотрите, напишите, кстати, в комментариях, посмотрели ли ссылку, насколько вам это интересно. И кто-нибудь зарегистрировался, напишите свои ощущения в комментариях. Сколько денег нужно для старта? Есть такое популярное понятие, как ИИС. ИИС, вот, я еще его сам не регистрировал. У меня есть только счет брокерский в Тинькове и куплено там 2-3 акции. Что надо сделать, чтобы получить доход от ИИС и как это вообще делать? Здесь какая-то инструкция. Давай для наших зрителей сделаем подробную инструкцию. Вот, как начать работать с ИИС и сколько там можно заработать в процентах. То есть, вот, у человека, если 10 тысяч, не хочет, допустим, она обучаться пока, думает, решает, пускай откроет ИИС, что это ему даст через год. Тут как бы два вопроса. Первый вопрос, сколько нужно для старта? И второй, что такое ИИС? Да. Сколько нужно для старта? Сейчас у большинства брокеров нету какого-то нижнего порога. То есть, можно инвестировать, начиная там, ну, с тысячи рублей, допустим. Но, на мой взгляд, какой-то вот кайф, профит можно увидеть, начиная с 10-50 тысяч. Потому что тысячу положил, заработаешь, ты найдешь 10%. 10% это много, именно в процентах. Да. А в рублях это 100 рублей. Ну, что такое заработать 100 рублей? Ну, это не существенно вообще. Ну, не ощущается. Нет кайфа, нет эмоций. С десятки это уже больше. Вот, поэтому, на мой взгляд, интересно начинать минимум 10. Желательно вот полтинничек положить, это вот именно чтобы и акции разные купить, посмотреть, как они работают, и облигации купить, составить уже что-то осмысленное такое, что не будет, когда рынок бывает колбасит, это нормально, это всегда так происходит, как зима, лето, тоже с рынком происходит. Соответственно, если есть деньги, можно вот эти вот колебания сглаживать, чтобы не вот так вот было, а чтобы росло все хорошенечко и вверх, чтобы все было спокойно, приятно. Хорошо, 20 тысяч рублей я готов выделить на тесты. И что дальше? 20 тысяч рублей. Двигаемся дальше. Что следующее? Следующий шаг. Это необходимо открыть брокерский счет. Я рекомендую брокер Тинькофф, потому что он, на мой взгляд, самый простой и самый удобный. Я могу ошибаться, это мое мнение. Так, супер. Он у меня открыт, действительно открывается. Мне открыли его за 2 часа. Я написал заявку, у меня уже была дебетовая карта, и мне потом ответили, что все, ваш счет открыт, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Не знаю, как они это делают, мгновенно прям эта система делает, или люди там подписывают. То есть все документы мои паспортные были, дебетовая карта была. У меня это 2 часа заняло. Окей, счет открыт. Деньги я туда пополнил, они уже есть на счете. То есть первые 2 шага я уже выполнил. Что дальше? Я тоже вспоминаю, у меня, по-моему, за полчаса тоже счет открыли. Раз просто я в приложении увидел. Да, он появляется и все. Да, дальше что? Дальше, ну, это технический уже момент. Нужно деньги на брокерский счет перечислить и что-то купить. Был вопрос, что такое индивидуальный инвестиционный счет? ИИС. Это специальный счет. Его особенность, 2 особенности. Первое, что его нужно открывать минимум на 3 года, и деньги выводить нельзя. С некоторыми оговорками, это не тема, это большой вопрос, 3 года. 3 года. И 13% от внесенных средств с определенного лимита можно потом вернуть НДФЛ. То есть у налоговой можно потом вернуть деньги. К примеру, 400 тысяч положил на счет, в следующем году 52 тысячи можно попросить у налоговой вернуть. У меня был ИИС, 5 лет назад я его открыл. Вот я как раз его пополнял, писал заявки, возвращались мне деньги. 3 года прошло, я его закрыл, деньги снял. Сейчас вот у меня второй год открытый второй уже ИИС. В том же банке опять ты открыл? У меня был в ПСБ открыт. Мне там не очень нравилось, там неудобно. Но там комиссии маленькие. Сейчас у меня ВТБ. ВТБ, он больше для профи, брокер, потому что там для профи он. А Тинькофф он именно для новичков очень хороший, он простой, понятный, удобный. Хорошо, надо при этом работать или можно быть самосанятым, ИП? Это сложный вопрос, но все-таки эти деньги отчисляются только если ты работаешь в найме, то есть или от ИПшника ты тоже можешь вернуть себе свои налоги. Это довольно обширный вопрос налогообложения. Если коротко, то даже если ты ИП или самозанятый, то ИИС может быть открывать, то есть можно с него что-то получить, но у него есть проблема, что он на 3 года минимум открывать надо. Именно чтобы попробовать, я рекомендую открыть обычный брокерский счет, попробовать, понравилось, не понравилось, это не для всех, именно попробовать. Открыли брокерский счет, это бесплатно, закрыть его тоже бесплатно, никуда ехать не надо. Открыли, попробовали, понравилось, окей, понимаем, что я хочу ИИС, я в этом надолго, всерьез, мне нравится зарабатывать. Открыл ИИС, можно два счета открыть, один обычный, другой ИИС. Понял, хорошо. Это уже технология, это все просто. Ну и последний, наверное, вопрос, Паш, спасибо, на самом деле, многое мне прояснил. Ну, для наших зрителей, наверное, тоже вопрос, часто ли вам пишут, напишите в комментариях, какие-то мошенники или звонят, так как я в Форексе пробовался 5 лет назад, и мой телефон попал в базу, мне часто звонят и предлагают очередной Форекс, где-то зарегистрироваться, ввести деньги, доверительное управление. Доверительное управление сейчас обсуждать не будем, потому что там большие суммы для старта. Но звонят, и последний раз мне позвонили, ну, Финника мне тоже писали, да, известно, как Финника обанкрутилась. Это никому не понравилось. Вот, ну, там сразу было понятно, потому что 20% в месяц или 15% это очень большие суммы. Но если предлагают какие-то 13-18% годовых, то есть небольшие суммы, но звонят тебе в холодную, из последних это было МФЦ, Московский финансовый центр, по-моему, называется. Есть три отделения в Москве, такая красивая у них сайт красивый, под Сбербанк сделан, и отделение очень стильно сделано в центре Москвы на Садовом. Вот, давно как бы существует, 10 лет, как пишут на сайт. Это некий кооператив, как я начал разбираться, кооператив кредитный, который тоже дает эти деньги кому-то, как и банк, только он дает, видимо, в микрозаймы или еще куда-то. Что бы ты сказал вот про такие организации, стоит ли конкретно вот мне вкладывать в МФЦ 13%, насколько это уровень риска и какую сумму бы туда вкладывал для теста, или бы ты лично бы не вкладывал вообще в такие. То есть не супер, не 20% в месяц, 100% годовых, но и все-таки какая-то непонятная организация КПК. Кредитный кооператив. Вложился бы ты или нет? И почему? Если бы мне позвонили, я бы не вложился просто потому, что я на фондовом рынке умею делать больше. То есть больше, чем 1% в месяц ты 100% делаешь. Окей. Бывает по-разному. Но дело даже не в этом. Важно понимать, за счет чего это делается. Я с МФЦ не работал, я про них ничего не могу сказать, ни хорошего, ни плохого, я с ними не работал. Когда предлагают что-то, инвестиции, нужно понимать, за счет чего эти деньги будут заработаны. Да. К примеру, кто-то звонит, говорит, я открываю завод, производить буду маски. Вот я хочу взять у вас деньги в долг, дам вам там 13%. То есть как бы понятно, за счет чего эти деньги, за счет чего человек деньги вернет. То есть он произведет, продаст. Ну, к примеру, да, сейчас вот пандемия. Есть компании, которые делают вакцины. Вот, к примеру, у меня вот график еще есть один такой прекрасный. Тинькофф. Сверху Тинькофф. А внизу Модерна. Это компания, которая первая в Америке придумала вакцину. То есть она за один год выросла на 318%. Кто в него вложился, к примеру, тысячу долларов год назад, да, сейчас он забрал сколько? Три тысячи с лишним. А если бы там два месяца назад он забирал, он бы забрал пять тысяч долларов. То есть необходимо понимать, за счет чего эти деньги будут заработаны. Тогда можно оценить, а если не заработает, а если что-то случится и так далее, и так далее, и так далее. Когда понимаешь бизнес, имеет смысл вкладываться. Когда не понимаешь, это, ну как, повезет, не повезет, такое больше везение. Если как бы хочется очень попробовать, тут я могу порекомендовать, что выделить какую-то сумму, которую не жалко потерять. Сколько угодно. Это может быть 500, 1000, 5000 рублей. И попробовать, посмотреть, как это комфортно, некомфортно. Ну, как бы в голове всегда держать, что в любой момент можно этой суммы лишиться. Ну, из нашего разговора я понял, что ИИС, конечно, надежнее, потому что этот счет открывается у брокера. Брокер Тинькофф, конечно же, надежнее, который существует давно. Что бы там о нем ни говорили, это банк с определенной степенью надежности. Уже международный банк. Номер один онлайн-банк в мире. Ну, да, я не знаю, насколько это правда, но напишите в комментариях, что вы думаете, насколько это реально номер один онлайн-банк. Потому что существует куча конкурентов, мы не знаем эту статистику. Но они так утверждают. И какая-то компания в сектор существует 10 лет, и непонятно, кому она дает эти твои деньги и как они будут. То есть, в ИИС понятно, что налоговое 13% твоих налогов будет тебе возвращать в течение трех лет. И ты знаешь точно, что они вернут. А тут МФЦ непонятная история. Непонятно, куда деньги пойдут. Непонятно, как КПК будет банкротиться или нет в случае, если вдруг они пропадут. И как они будут выплачивать. Но единственный плюс, наверное, там они ежемесячно могут выплачивать. И это как бы сложный процент. И давай самый последний вопрос, который на сегодня у меня есть. Все-таки, можно ли, если смотреть на ИИС, на ИИС покупать на этом счету ИИС. Вот он просто пополнен, 13% вернут. Можно ли там заработать больше 13% каким-то образом? Купить облигации там, я не знаю, купить какой-то Apple. Мы с тобой посмотрели акции Apple. Google, да, может быть там Google. Я очень люблю Google. Это Альфабет, компания международная. Можно ли купить на 3 года Google акции или, я не знаю, или ОФЗ государству дать 7%? И как тогда будет считаться доходность? То есть, если я на всю сумму счета и куплю еще ОФЗ или Apple и Google, сколько по твоим прогнозам, ну или по расчетам каким-то, через 3 года я заработаю? Как ты считаешь за 3 года, насколько вырастет в процентах или в деньгах? Не знаю, как правильно сказать. Это довольно большой вопрос. Спасибо. Это очень интересный вопрос. Начну с самого начала. Вот сравнение КПК и Тинькофф. Тинькофф это брокер. Он ничего не дает, никуда не инвестирует сам. Он делает мостик между тобой и кучей организаций, кучей фирм, которые предлагают акции. То есть, это посредник, который сервис дает. Вот КПК это непосредственно одна из организаций. То есть, тут одна. Через Тинькофф 300, кажется, 266 акций на московской бирже и в Америке где-то 10 тысяч. То есть, вот, пожалуйста, 11 тысяч любых акций. Кто-то вот так растет, кто-то вот так растет, кто-то вот так растет, кто-то вот так. Там Кока-Колу можно купить. Можно купить Apple, можно купить Google, можно купить Microsoft. Огромное количество. Oracle. Я понял. Любую компанию. Да, любая компания стать акционером, она будет приносить какой-то доход. Величину этого дохода предсказать, это довольно трудная задача. Этим занимаются специальные аналитики больших банков с большими галстуками, зарплатами, офисами. Вот. И можно ли заработать больше 13%? Да, конечно. Можно без особого риска на российских, на рублевых каких-то акциях зарабатывать процентов 20-25 в год. С учетом там ИИСа, с учетом там роста и так далее, и так далее. На вот этом вот трехгодовом отрезке можно такую доходность, в принципе, получать. Есть инструменты, есть специальные стратегии, чтобы такую доходность получать и без какого-то риска. Соответственно, риск увеличиваем, возможность больше. Риск уменьшаем, возможность меньше. Тут зависит именно от, ну, тот же вот рост Эппла, да? Где вот там картиночка была. Как раз к ней сейчас вернемся. Я, по-моему, тебе картиночку дал, да? Да. С Эпплом. Вот сверху пятилетний график. Вот в последний год она выросла незначительно. Там процентов, может, на 30-40. За пять лет она выросла на 387%. То есть Эппл, она растущая компания. Это номер один самая большая компания. Если у нее деньги вложить на отрезки трех года, очень хорошо можно заработать. Что Эппл представит, дальше никто не знает. Новые вот процессоры, новые компьютеры. То есть это техи, да? Стоимость зависит от большого количества факторов. От политических ситуаций, да? От конкурентов. У Эппла есть конкуренты. Гугл, Хуавей сейчас, да? Самсунг. От их поведения, что они предложат. Зависит от поставщиков. Сейчас дефицит полупроводников наблюдается, да? То есть будут ли перебои с поставками. Это тоже может влиять. Краткосрочно может немножечко просесть, потом вверх пойдет, да? Как в прошлом году это было. Хорошо. Все хотят, все мечтают купить на дне. Сам дешево. Ждут, ждут все кризисы. Ждут, кто-то называет это коррекцией. Кто-то ждет мирового кризиса, что давненько ничего не было. Твое мнение, был ли 2020 год сильным кризисом, и там много чего упало, но потом быстро восстановилось и выросло, да, за счет новой экономики, которая, ну там, новая онлайн-экономика. Или все-таки будет какой-то глобальный кризис в течение, не знаю, 2022-2025 года. Ждать ли кризиса и падения акций, чтобы закупиться на дне, или все-таки стратегия потихонечку, по чуть-чуть инвестировать в Apple, Google, надежные компании, ты бы придерживался? Ну, как сказать, такое, я придерживаюсь такой точки зрения, что лучшее время, чтобы начать инвестировать, было 10 лет назад. Второе лучшее время прямо сейчас. Почему? Потому что сейчас начнешь, да, научишься. Сам, на курсах, со мной в группе, индивидуально. Это не имеет значения. И когда что-то произойдет, будут навыки, будут знания, и самое главное будет предвидение этого. И тогда можно действовать. Если просто сидеть ждать, когда кризис произойдет, ничего сделать не сможешь, потому что нету навыков. Тут аналогия такая, да, пожарное учение, пожарная тревога. Когда что-то сгорается, люди не знают, чего делать. Поэтому что делают? Устраивают учение. Когда сирена, все в панике, но все знают, куда идти. И когда это реально произойдет, все спокойненько эвакуируются. Здесь аналогично. Необходима подготовка, знания. Когда понимаешь, что ты в рынке, для тебя это рынок понятен. Понятно, как он работает. Понятно, за счет чего заработать. Понятно, как работают акции. Понятно, как работают облигации. Как выбирать хорошие акции. Как выбирать облигации. Как правильно их группировать. И так далее, и так далее. Там совсем чуть-чуть. Маленькие базовые знания. Все. Дальше уже мы можем построить стратегию индивидуальную. Все люди разные. Кому-то удобнее. Одна стратегия, кому-то другая, кому-то третья. Стратегии их основных шесть штук. Сейчас не будем касаться. А так их десятки, сотни, тысячи. Есть базовые знания. Составил стратегию. Дальше решаешь, действовать или не действовать. Такой вариант. Это рабочая стратегия. Даже фильм такой есть. Игра на понижение. Когда человек два года ждал, когда рынок рухнет. Но он был готов к этому. У него была стратегия. У него были знания. У него были навыки. У него был брокерский счет открыт. У него вот эту вот штуку он смотрел. Да, прогнозировал. Да, он просто ждал два года. Как только это началось, он это увидел. Потому что у него были знания. И он сразу поставил и заработал много денег. То есть самое главное это получить базовые знания. Окей. Разобраться. На этой ноте я предлагаю закончить. Мы не ждем падения рынка. Не ждем этого волшебного дна. Потому что он непредсказуемый. Работаем с тем, что есть. Прямо сейчас. И начинаем действовать. Надеюсь, у вас уже зарегистрированы счета. За эти полчаса, с которыми мы общались. И увидимся в следующем видео. Канал. Паш, у тебя есть YouTube канал? Да. Паша есть YouTube канал, кстати. Поэтому его ссылочку. Я тоже. Ссылку на YouTube канал. Вот прям здесь сейчас появится. Последние 20 секунд. Прямо сейчас переходите. Смотрите, что еще Паша может вам рассказать. И вписывайтесь, если вам интересно. В обучении с удовольствием посмотрим на те результаты через несколько месяцев, которых вы достигнете. С вами был Паша Доктор и Паша Смолин. Паша Смолин. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.